Так, я на прошлой лекции закончил рассмотрение основных свойств счетных множеств и обещал, что эту я продолжу с рассмотрения свойств несчетных множеств. И первое несчетное множество, которым приходится иметь дело, это множество действительных чисел и его мощности. Но для того, чтобы задаться вопросом, какова мощность действительных чисел, сейчас уже в наших строгих обозначениях, необходимо понять, что же такое вообще множество действительных чисел, как его определить. Мы множество действительных чисел с вами определяли в лекции про аксиомы бесконечности, но я думаю, что не лишним будет напомнить, что классическим определением является определение через дотекиндовое сечение. Вообще, чтобы определить множество действительных чисел, нам достаточно определить множество действительных чисел на таком вот сегментике, от нуля до единицы. И потом любое число можно представить в виде целой части плюс его дробная часть. Поэтому, если мы определили множество действительных чисел на таком сегментике, я его буквой С буду обозначать, от слова континуум, то мы, считай, решили задачу определения, что такое множество действительных чисел вообще. Обычно, такое классическое определение дотекиндовое сечение, следующим образом, мы разбиваем вот этот интервальчик на пару множеств АВ, таких, что А сумма В как раз нам дает 0 единицу А. Мы возьмем множество, прежде всего, рациональных чисел на этом интервале. Рациональные числа мы с вами определили, примерно понимаем, что это такое. То есть, взяли рациональные числа, разбили на пару, такую, что сумма А и В дает нам этот интервал, и еще обладает следующим свойством. Второе свойство для любого Х, Х принадлежит А, следовательно, для любого У, У меньше Х, следовательно, У принадлежит А. То есть, что это такое? Мы взяли вот этот вот сегментик от 0 до 1. Пока рассматриваем рациональные только числа, действительных у нас нет в помине. И разбиваем его таким вот образом. То есть, на две части, причем левую и правую часть, да, причем левая часть обладает тем свойством, что если какое-то число рациональное попало в эту левую часть, то число меньше него тоже попадает в эту часть. Ну, например, возьмем корень квадратный из 2 минус 1. Вот число, элемент континуума. Как мы его можем определить сечением дедекинда? Следующим образом, что Х принадлежит А, то есть левой части, тогда, когда Х плюс 1 в квадрате меньше 2, а Х принадлежит Б, то есть правой части, когда Х плюс 1 в квадрате больше либо равно 2. Если у нас определена арифметика только на рациональных числах, вообще мы только с рациональными числами работаем, то, в принципе, вот это определение нам и задает дедекиндовое сечение на А и на Б. Ну, скажите, а там, извините, наоборот, включение, ну, А должно включаться, должно включаться крайнее, да? Потому что ведь крайнее, ну, этот выглядит быстро. А это все равно, на самом деле. Ну, там, у кого-то единичка, типа, он же подходит, потому что А, ну да. Тут строго меньше, а здесь больше либо равно, то есть это вопрос, как бы, вкуса. А здесь в чем, смотрите, я не включаю край единичку, мне просто будет удобно для дальнейшего изложения, поэтому я не включаю край и здесь. В принципе, тут в сечении, если так оказалось, что Б имеет наименьший элемент, то значит мы имеем дело с рациональным числом, да, то есть сечение соответствует какому-то рациональному числу. Если он не имеет наименьшего элемента, он как в случае с корень из 2 минус 1, да, то мы имеем дело с иррациональным числом. И вопрос о мощности множества действительных чисел на этом интервальчике, он сводится к вопросу о мощности множества додекиндовых сечений. Но додекиндовое сечение – это такая конструкция, с которой обходиться тяжело, и можно эквивалентным образом заменить представление о действительном числе как о бесконечной дроби. Причем для наших нужд удобнее всего будет использовать систему счисления с основанием двойка, то есть двоичную бесконечную дробь вида вот такой вот d0 в степени 1 вторая единица плюс d1 1 вторая в квадрате плюс и так далее, плюс и так далее. То есть последовательность нулей единиц соответствующих некой бесконечной двоичной дроби. Ну то есть 0 целых 1 вторая по основанию 2 – это как раз будет соответствовать 1 второй. 0,01 по основанию 2 – это у нас будет что? 1 четвертая. Каким образом от додекиндового сечения перейти к бесконечной двоичной дроби, и каким образом от бесконечной двоичной дроби к додекиндовому сечению? Понятно, что здесь нам помогает дихотомия, да, то есть мы можем взять, если у нас есть отрезочек и его какое-то сечение, мы можем поделить на 2 и посмотреть, получилась вот эта вот точка 1 вторая справа или слева от сечения. Если она принадлежит множеству b в сечении, значит мы считаем, что это будет 0 первая двоичная цифра. Если она оказалась бы слева, то тогда первая цифра была бы единицей. Потом мы снова делим пополам, смотрим справа или слева. То есть таким образом мы можем выстроить потенциально бесконечную последовательность нуликов и единичек. Она может быть и конечной, если у нас число имеет вид m делить на 2n. Также у нас каждое число такого вида, оно может быть представлено двояко. Оно может быть представлено в виде конечной двоичной дроби, либо в виде бесконечной двоичной дроби с единичкой в периоде. Потому что мы заметим, что, например, 0, 0, 1, 1, 1 и так далее в периоде по основанию 2, это то же самое, что 0, 1 по основанию 2. Здесь рассуждения точно те же, что и с бесконечными десятичными дробями. То есть мы девятку в периоде не рассматриваем, потому что девятка в периоде эквивалентна единице в старшем регистре. То есть каждому додекиндову сечению соответствует у нас бесконечная двоичная дробь, и каждой бесконечной двоичной дроби мы можем поставить в соответствие додекиндову сечения. Опять же, каким образом? Нам надо решить, вот у нас задана как данность, вот эта вот последовательность нуликов и единичек, нам надо понять, принадлежит результат суммы этой последовательности к а или к б. Берем частичные суммы, вот, если какая-то частичная сумма оказывается больше заданного икса, то тогда получается, что икс у нас находится в а. Если не получается, то тогда получается, что икс находится в б. То есть мы можем от рассуждений о додекиндовых сечениях перейти к рассуждениям о последовательностях нулей и единиц, потенциально бесконечных. Но что такое последовательность бесконечная или там конечная последовательность нулей или единиц? Это есть у нас элемент множества булиан-атомика. Так ведь? Потому что, если мы занумеруем все позиции 0, 1, 2, 3, там, и так далее, n, и так далее, и здесь поставим 0, 1, 1, 0, там, 0 и еще что-то, то каждой последовательности нулей и единиц будет однозначно соответствовать какое-то подмножество натуральных чисел. То есть те индексы, на которых у нас стоит единица, мы включим в это подмножество, а те, в которые стоит 0, мы не включаем в это подмножество. То есть получается, что мы можем оперировать некоторыми подмножествами омега. Вот этот момент понятен сейчас или туманно объяснен, честно скажите, что действительное число в этом вот сегменте от 0 до 1 может быть представлено неким подмножеством множеством натуральных чисел, соответствует неким подмножеством множеством натуральных чисел. Этот момент понятен? Да. Бесконечная дробь, и те позиции этой бесконечной дроби, там, где стоят единицы, они, ну, как бы, соответствуют тем натуральным числам, которые входят в наше подмножество. Очень хорошо. Но это множество этих действительных чисел, оно не соответствует в точности пеатомика. Мы из него изымаем случай дробей вида m делить на 2 в степени n. М на 2 в степени n случаев, когда у нас может быть единичка в периоде. То есть все числа, которые имеют вид m делить на 2 в степени n, они представимы двоечной дробью с единичкой в периоде. Или конечной двоечной дробью. Мы отдаем предпочтение всегда конечной двоечной дроби, поэтому нам надо выкинуть все такие случаи. Значит, что у нас получается? Да, но таких случаев у нас счетное количество. Мы это уже понимаем прекрасно, потому что пара натуральных чисел, да, это у нас получается алиф 0 в квадрате, то есть таких случаев у нас счетное количество. То есть, смотрите, что выходит. Мощность множества c плюс алиф 0 равняется мощности множества p от омега. Почему? Потому что те подмножества натуральных чисел, которые соответствуют правильному двоичному представлению действительного числа, плюс счетное количество двоичных представлений, у которых единичка в периоде, равняется всем возможным вариантам подмножеств натуральных чисел. То есть, вот такая формула получается. Мощность множества c от действительных чисел плюс алиф 0 равняется булиан от омеги. То есть, равняется 2 в степени алиф 0. Но мы с вами еще на прошлом занятии нашли такую интересную вещь, что x плюс алиф 0 равняется максимуму из x алиф 0. Потому что мы рассмотрели все возможные варианты. Мы рассмотрели бесконечную гостиницу, если помните. Мы рассмотрели случай, когда множество более чем счетное, тогда в нем можно счетную последовательность выделить. В общем, и в результате всех этих наших выкладок мы пришли к такой формуле. Получается, что c плюс алиф 0 равняется 2 в степени алиф 0. Но это равняется максимальному значению из модуль c, либо алиф 0. Но по теореме Кантера мы с вами прекрасно знаем, что алиф 0 строго меньше 2 в степени алиф 0. Из этого следует, что модуль c равняется 2 в степени алиф 0. То есть мы доказали сейчас, что действительных чисел на вот таком вот интервальчике у нас 2 в степени алиф 0. То есть тот факт, что мы выкинули из этого множества все случаи неправильно представленных дробей с единичкой в периоде, ни на что не повлиял. В действительности их столько же, сколько под множество натуральных чисел. В принципе, я думаю, что факт для вас знакомый. Еще на матанализе это доказывалось. Но, может быть, на матанализе это доказывалось для десятичных представлений, а не для двоичных. С двоичными просто это особо удобно сделать. Значит, теперь смотрим, какими же свойствами вот это новое число обладает. Да, для него есть еще одно обозначение для этого числа, бет единица. Как я уже говорил на прошлом занятии, алиф 0 это то же самое, что бет 0, а 2 в степени бет 0 равняется бет единица. Как бы все объяснение, зачем столько разных всяких обозначений, мы дойдем до этого, станет понятно, зачем все это нужно. Но просто вот еще одно обозначение для такого множества. 2 в степени алиф 0. Что такое деление на 2 в двоичном представлении? Это сдвиг на один регистр вправо, а умножение на 2 это сдвиг на один регистр влево. Этим свойством прекрасно пользуется микропроцессорная техника. двоичного представления. То есть если мы возьмем и двоичное представление какого-то х, он будет там d0, d1 и так далее, то х на 2 это у нас будет 0, d0, d1 и так далее. Понятно. Ну просто мы поделили на 2, добавили 0 и сдвинули это все вправо. Таким образом мы можем что получить? Мы можем получить соответствие между интервалами между двумя c, скажем так. Если мы рассмотрим вот такую вот конструкцию, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Значит, чему равна мощность вот этого множества? Мощность этого множества равняется c, мощности c, ну или 2 в степени алиф 0. Потому что здесь вариантов столько же, сколько и в основном. Просто мы спереди поставили 0, здесь спереди всегда будет 0, а дальше будет такое же бесконечное разнообразие действительных чисел, как и в основном интервале. А здесь то же самое. Здесь первой цифрой десятичной будет единичка, тут двоичной цифрой будет единичка, а дальше все тоже разнообразие. То есть мощность этого интервала тоже равняется мощности c. То есть получается, что c плюс c равняется c. Таким же образом мы можем поступить дальше, рассмотреть 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1. То есть для 3c, что это равно c, доказать. И мы можем вообще вот что объявить. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 7, 8. И 2 в степени n минус 1 на 2 в степени n. 2 в степени n плюс 1 минус 1 на 2 в степени n плюс 1. И так до бесконечности. То есть мы можем заметить, что алиф 0 помножить на мощность c тоже будет нам давать c. То есть счетное семейство множеств, имеющих мощность континуума, оно все равно имеет мощность континуума. Потому что... Почему оно имеет мощность континуума? Потому что мы его объединили. Все, если это вместе просуммировать, то получится наш отрезочек от 0 включительно, единицу не включая. Я везде... Видите, оно так хорошо у нас сходится. Правая сторона не включает, а левая включает. Поэтому я с самого начала это придерживаюсь. То есть сумма всех этих отрезочков, она имеет мощность континуума. И каждый из этих отрезочков, он имеет мощность континуума. Потому что на самом деле он из себя представляет некий префикс фиксированный, который определяется номером этого отрезка. А дальше за этим префиксом идет все то же самое разнообразие действительных чисел, которое содержится и в исходном отрезке. Но для вас это опять же не новость, потому что вы со школы, наверное, решали задачи доказать, что отрезок равномочен прямой. Вы строили какие-то там такие... какие-то такие, значит, геометрические построения, когда там, ну, допустим, вот лучи идут... Каждый кусочек вот этой четвертинки окружности, каждая точка на четвертинке окружности, она соответствует точке на прямой. И хотя прямая бесконечно, а вроде как бы кусочек вот так окружности, он у нас имеет конечную длину, тем не менее точек на них одинаковое количество. То есть такое свойство действительных чисел сжиматься, оно, в общем-то, не ново для вас. Но вот показав, что алиф 0 на c равняется c, мы доказали тот факт, что r, мы можем определить его как множество целых чисел помножить на 0,1, и мощность r равна алиф 0 на c равняется 2 в степени алиф 0. Да, то есть мы можем определить множество действительных чисел как множество целых чисел, пар, целое число, дробная часть. И, соответственно, мощность этого множества будет вот такой. То есть это будет счетное количество континуальных множеств, то есть это будет мощность континуума, то есть это будет 2 в степени алиф 0. Так, с этим более-менее все согласны. Но есть более экзотическое свойство мощности континуума, о котором многие слышали. Заключается оно в том, что c в квадрате равняется c. то есть на самом деле провода болтаются значит, на самом деле у нас отрезок и квадрат имеют одинаковую мощность. То есть вот отрезок, вот квадрат, и однако же точек на отрезке у нас ровно столько же, сколько точек на квадрате. Наверное, эта теоремта уже вам знакома. Слыхали о ней? Или нет? Или впервые слышите? Там на матанализе или где-то там в дискретной математике рассказывали равномощность отрезка и квадрата. Доказывается очень-очень просто, чем у нас характеризуется точка, каждая точка в квадрате. x, y. Она у нас характеризуется двумя бесконечными последовательностями, если это действительная точка x0, x1, x2, xn и так далее. А другая точка квадрата это последовательность y0, y1, y2, yn и так далее. И мы можем, что взять? Мы можем взять и стасовать эти две последовательности в такую x0, y0, x1, y1, x2, y2, xn, yn и получить, что? Двум числам будет соответствовать всегда одна последовательность нуликов и единичек, то есть тоже под то же какое-то подмножество, соответствующееся какому-то подмножеству натуральных чисел. То есть здесь у нас мощность p от омега будет, и здесь будет мощность p от омега. То есть несмотря на то, что как бы отрезок это фигура линейная, а квадрат у нас имеет площадь какую-то, с точки зрения мощности, с точки зрения количества точек, это одинаковые, ну равномочные мощности. Это Кантер, по-моему, еще открыл в письме в каком-то он писал, я это вижу, но я не могу в это поверить. Вот такой результат равномочности квадрата и отрезка. Аналогичным образом мы можем поступить для трех компонент, для четырех компонент, то есть для кубика, для гиперкубика. Все это будут у нас континуальные множества, и даже мы можем поступить таким образом, если у нас действительных чисел оказалось счетное количество. ну, значит, Z00, Z01, Z02, понимаете, здесь Z10, Z11, Z12, и так далее, здесь Z20, Z21, Z22, и так далее. И вся эта штука продолжается как вправо, так и вниз, бесконечно. мы можем воспользоваться нашим любимым кантеровским способом нумерации, и получается, что если мы возьмем счетное количество действительных чисел, мы можем упаковать все это в одно действительное число, и наоборот, одно действительное число мы можем распаковать в счетное количество действительных чисел. То есть даже фигура в счетно-мерном пространстве, она у нас получается не более чем, имеет мощность не более чем мощность континуума. Так, теперь упражнения. Ну даже не упражнения, а такие контрольные вопросы. Докажите, что любая пространственная фигура, содержащая отрезок кривой, имеет мощность континуума. То есть взяли мы некую фигуру произвольную в трехмерном пространстве, и у нас оказалось, что она в себе содержит кусочек кривой. Как доказать, что она имеет мощность континуума? Очень просто. У нас есть очень мощная теорема Кантера-Бернштейна. Если мы какую-то мощность оценили снизу, оценили сверху, и наши оценки снизу и сверху совпадают, то тогда получается, что мощность она и есть. Для пространственной фигуры оценкой сверху будет пространственная фигура, она у нас находится внутри трехмерного пространства. Трехмерное пространство имеет мощность континуума. Имеет мощность... это множество r помножить на r помножить на r, да, множество троек действительных чисел. Это у нас... это у нас континуум в кубе, это у нас континуум. С другой стороны, что такое кусочек прямой? Прямая у нас... ну, она может задаваться как какой-нибудь вектор функции, да, на определенном параметре, там, t там, от нуля до чего-нибудь. Если у нас кривая задается, допустим, вектор функции на каком-то интервале, то получается, что у нас в кривой точек, количество точек равно континууму. То есть, если у нас имеется какой-то, не знаю, шар, да, и в нем мы провели отрезочек, в него поместили какой-то кусочек кривой, то получается, что шар, с одной стороны, имеет мощность не больше, чем мощность континуума, потому что все пространство имеет мощность континуума, а с другой стороны, не меньше, чем мощность континуума, потому что кривая, она находится внутри этого шара, она его подножеством является. То есть получается, что шар имеет мощность континуума. То есть любые фигуры, кубик, шарик, тор и вообще произвольные фигуры, в которых мы можем поместить хотя бы кусочек кривой, они уже имеют мощность континуума. Без теоремы Кантера-Бернштейна доказать это было бы очень сложно. Как вы, например, поступите с Тором, с Бубликом, как его развернуть в все его точки, перенумеровать, поставить соответствие с действительной прямой, непонятно вообще, потому что топологически сложная эта фигура. Воспользовавшись теоремой Кантера-Бернштейна, мы очень просто это делаем. Достаточно снизу и сверху сделать оценку. Докажите, что множество всех непрерывных функций из R в R имеет мощность континуума. Вот очень важная задача. Смотрите. Вот у нас некая непрерывная функция. И вообще класс непрерывных функций. Что такое функция из R в R? То есть она определена на всем R и принимает значение в R. И вот такой класс таких функций, он... Что такое непрерывная функция? Что вообще такое функция непрерывно в точке? Кто помнит это определение? Да, все правильно. То есть предел ее в значении, он равен значению функции в самой точке. Прекрасно. Значит, теперь, коли так, получается, что непрерывную функцию нам достаточно... Из R в R. Из R в R. Функция F из R в R. Нам достаточно задать только в своих рациональных точках. То есть рассмотреть пересечение F с Q на Q. Понимаете, что я здесь написал, да? Возьмем вот эту нашу функцию F и рассмотрим только пересечение с пространством пар рациональных точек. Вот это... Вот... Множество функций, заданных в рациональных точках. Оно имеет какую мощность? Оно имеет мощность... Алиф 0 в степени Алиф 0. То есть 2 в степени Алиф 0. Почему Алиф 0 в степени Алиф 0? Потому что это функция из счетного множества в счетное множество. То есть, вернее, всех функций из счетного множества в счетное множество. Множество всех функций из множества рациональных чисел в множество рациональных чисел. Значит, их количество равняется алиф 0 в степени алиф 0 Алиф 0 в степени алиф 0 равняется 2 в степени алиф 0 Кстати говоря, почему? Нет, еще не дошли до этой задачки? Окей, мне придется... Хотя мне казалось, что... Чего уж сложного-то Смотрите, оцениваем сверху и снизу 2 в степени алиф 0 Больше либо равно алиф 0 в степени алиф 0? Меньше, да, в обратную сторону Меньше либо равно С другой стороны Это ведь Меньше либо равно 2 в степени алиф 0 В степени алиф 0 да мы здесь взяли вот этот да но ведь это же у нас два степени олив 0 на олив 0 то есть это 2 в степени олив 0 вот и все вся вся недолга у вас контрольной работе чуть посложнее задачки но они все также точно решаются элементарно вот то есть олив 0 степени олив 0 получается 2 в степени олив 0 то есть множество функций из у она имеет мощность континуума она имеет мощность 2 в степени олив 0 но каждой функции из кубку соответствует непрерывная функция на множестве каждой непрерывной функции с кубку соответствует непрерывная функция на действительных числах потому что мы можем взять предел до любую любое действительное число да мы возьмем некой некую предел после последовательность которые пределе сходятся к этому действительному числу последовательность рациональных чисел например но хотя бы частичных сумм 2 бесконечной двоичной дроби допустим да вот и получается что последовательность значений этой функции это другое кстати определение непрерывной через последовательности если помните да если там каждая если иксент и сходится к иксу то последовательность f от иксент их она сходится к f от иксу ну вот то есть мы находим предел этой последовательности получаем значение функции в этой точке мы можем восстановить если функция непрерывно то мы Мы можем по ее рациональным точкам восстановить ее значение в любой рациональной точке запросто. То есть получается, что всех непрерывных функций из R в R всего лишь 2 в степени алиф 0. Это континуальное множество. Следом идет вопрос. Докажите, что множество всех монотонных функций имеет мощность континуума. Здесь мы пользуемся тем, что мы рассматривали на прошлом занятии. Мы помните, говорили там, что у монотонной функции число точек разрыва не более чем счетно. Именно потому, что если функция монотонна, то в точке можно выбрать этот интервал, в каждом интервале взять рациональную точку и так далее. То есть получается, что монотонную функцию мы можем представить как что? Мы можем представить как не более чем счетное количество непрерывных сегментов, то есть непрерывных функций. То есть получается, опять же, что число монотонных функций не более чем c помножить на 2 в степени алиф 0. То есть опять у нас получается алиф 0. Как в вашей задаче сегодняшней контрольной работе. Кстати говоря, а чему равно по мощности вообще множество функций f из r в r общего вида? Как мы оценим эту величину? Опять же, мы можем воспользоваться теоремой Кантера-Бернштейна, незаменимой теоремой Кантера-Бернштейна, оценить как-то это сверху и как-то снизу оценить. Если мы теперь говорим о множестве функций с действительным аргументом и действительным значением, то что мы возьмем за оценку сверху? Я напоминаю, что функция есть элемент булеана от r на r. Так ведь? То есть она сама по себе является неким подмножеством пар, неким подмножеством Декартового произведения. Раз она является подмножеством Декартового произведения, значит мощность вот такого множества, она сверху оценивается как 2 в степени. Я напишу уже сразу β1 на β1, значит здесь β1 это мощность континуума. Значит β1 на β1 по доказанному при помощи метода перетасовки, оно равняется β1, то есть 2 в степени β1. То есть их не больше функций, чем 2 в степени β1, то есть β2. Но с другой стороны их и не меньше, чем 2 в степени β1. Почему? Мы можем взять функции, которые принимают значение только 0 и 1. Рассмотрим множество функций на действительной прямой, которые принимают значение 0 и 1. Откинем все синусы, квадраты и так далее. Рассмотрим такое подмножество функций, которые принимают значение только 0 и 1. Чему равна мощность множества таких функций? Она равняется 2 в степени β1, потому что каждая функция соответствует подмножество действительных чисел, на которые эта функция равна единице. То есть мы можем взять какие-то такие рваные функции, какие-то такие гребенки и так далее, какие угодно. И каждой такой функции вполне однозначно соответствует некое подмножество действительных чисел. То есть рассматривая только функции такого вида, только функции, принимающие 0 и 1, мы видим, что их уже не меньше, чем 2 в степени β1. А если мы говорим о множестве функций вообще, то мы увидели, что их не меньше, чем 2 в степени β1 и не больше, чем 2 в степени β1. То есть число функций действительного переменного, принимающих действительные значения общего вида, разрывных, не монотонных, всяких. Вот это число равняется β2, то есть 2 в степени 2 в степени алиф0. Ну, здесь мы с вами уже дошли до такой интересной арифметики с кардиналами, с кардинальными числами. Вот мы с вами увидали, что там, допустим, х плюс алиф0 равняется максимуму из х алиф0. Затем мы увидали, что алиф0 в квадрате равняется алиф0. Потом мы увидали, что β1 в квадрате равняется β1. Доказали это. И нам бы хотелось как-то полученные сведения об арифметике над мощностями обобщить. Ну, например, доказать такую формулу, что мощность х плюс у равняется максимальной из х в у. Нам хотелось бы доказать, что х в квадрате равняется х, если х бесконечно. И здесь, если хотя бы одно из них бесконечно. В действительности, вот то, что я здесь написал, это все истинные утверждения, которые мы с вами через некоторое время докажем. Но для того, чтобы их доказать, нам необходим некий дополнительный аппарат, построением которого мы сейчас и займемся. Для этого нам необходимо начать изучение упорядоченных множеств. Потом мы вернемся к теме про мощности и докажем вот эти вот вещи. Ну и кроме того, мы уже достаточно с вами серьезно углубились вот в эти вот обозначения. Алиф0, β1, β2. А где там у нас алиф1? Потом у нас возникает уже серьезный и резонный вопрос. Вот у нас есть β0, он же омега, он же сонька золотая ручка. Алиф0, наименьшая бесконечная мощность. Потом, следом, мы с вами построили, рассмотрели 2 в степени алиф0, β1, которая строго больше β0. Что у нас находится между β0 и β1? Есть ли у нас такие мощности, множество, мощность которых была бы строго больше β0, но строго меньше β1? Как вообще? Может быть их бесконечно много? Как вообще устроена вот эта шкала мощностей? Вот мы назвали β1. А β0,5 может быть? β2 минус 1 может быть такая вещь или нет? Вот чтобы здесь разобраться и подойти хотя бы к правильной постановке вопроса, нам необходимо дать точное определение трансфинитного числа. Когда бы мы уже поняли, что да, это все трансфинитные числа, поняли, как они определяются и так далее. И для этого нам понадобится машинерия, которую мы и разовьем сейчас в ближайших занятиях. Но для этого следующую лекцию я начну с того, что дам определение упорядоченного, частичного упорядоченного множества его свойств. А потом мы зайдем до более серьезных тем. Все, спасибо.